Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, сегодня 14 февраля, и я, как обещала, более подробно приступила к рассказу, к обзору вот этих вот томатов, которые я выращивала в прошлом году на балконе. Кто в этом году хочет впервые вырастить, или кто в прошлом году вырастил, но может быть опыт был неудачен, вот следующее видео, это будет прошлогоднее видео, вы можете посмотреть и определить визуально, какие все-таки сорта вам лучше выбрать, извиняюсь, вот такие карликовые, которые совершенно не требуют ухода, или вот такие большие, потому что в прошлом году я снимала видео о посынковании томатов, спрашивали люди, нужно или нет посынковать, это зависит от выбора вашего сорта, если вы остановите выбор вот на таких маленьких, ухода почти не будет, если вы выберете большой, то все-таки вам придется как-то немного формировать куст. Все, смотрите, видео снято в июле прошлого года, вы посмотрите и для себя определите, какой вам лучше выбрать сорт, потому что решать это нужно сейчас, уже сейчас можно сеять томаты для огорода на балконе, или ну хоть через полмесяца, через месяц, а выбирать все равно нужно. Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, сегодня еще раз поговорю про огород на балконе, потому что я уже рассказывала про посынкование, про прищипку томатов, выращиваемых на подоконниках или на балконах, но это было в ходе другого видеоролика, и люди, вероятно, некоторые не слышали, вот сейчас я поговорю отдельно, потому что Ирина Тяпкина спрашивает, у нее тоже она выращивает томат в ведре или там в кашпо, она спрашивает, нужно ли его посынковать так же, как уличный, нужно ли прищипывать, сейчас я все-все подробно расскажу, очень быстро, вот у меня томат, и я уже говорила, вот это у меня штамбовый засолочный, он дал у меня пасынок, прям почти от земли, вот этот вот, и тут вы уже решаете, как вы будете формировать, или вы убираете эти пасынки, на которых будут более мелкие плоды, и тогда вот эти остальные, ну у меня вот сейчас уже поздно, он уже в таком зрелом виде, тогда вот эти вот были бы крупнее, и также верхушка, вот у меня на верхушке он продолжает еще цвести, плодоносить, вот видите, новые там завязи, я могла бы его прищипнуть, прищипнуть, и тогда вот эти вот, они бы налились больше, были бы большего размера, но я их не прищипываю, пусть они растут, мне размер не нужен, у меня просто вот он стоит, как декоративный такой элемент, я хочу посмотреть, сколько он будет, до скольки кистей плодоносить, сегодня я уже его буду оббирать, потому что он, видите, у меня переспел, но вот именно для Ирины я хочу сказать, все зависит от сорта, если у вас сорт, вы как сказали, у вас случайно она выросла помидорка, вы даже не знаете, какой это сорт, если вы видите, что она у вас вымахала уже в высоту, и вам неудобно ее выращивать, потому что если она у вас, например, индотерминатная, вам сложно будет ее вот в таком горшочке вырастить, единственный вариант ее закручивать, как лиану к потолку, прицеплять веревку, тут вы решаете сами, или вы несколько кистей оставляете, вот, например, пять, вот у меня раз, два, три, четыре, пять, и мне нужно было бы уже прищипывать, тогда были бы более крупные плоды, они бы наливались, а у меня, видите, уже здесь вот она и шестая, и седьмая, и восьмая, вот здесь через пасынок выросла девятая, короче, у меня вот этот штамбовый засолочный, он весь облепился плодами, и я ему даю расти так, как он хочет, что это значит, это значит, что плодов будет много, но они будут мелкие, они будут мельче, он будет весь вот так, как елка в игрушках, в этих плодах, меня это устраивает, и тут мы решаем сами, если вы хотите крупные плоды, вам нужно пасынки лишние убирать, особенно вот эти, которые и прикорневые, идут вот от низа, тут, конечно, будут у вас маленькие плоды, но так как вы не ограничены во времени, я думаю, что верхушку можно и не прищипывать, он же у вас будет как на балконе или где-то там на подоконнике, ему мороз не грозит, я считаю, ну и пусть он растет так, как хочет, вот у меня вот он будет расти так, как хочет, потом, если будет холодно, я могу его занести даже домой, он же мобильный, он у меня в ведре, все, вот это про пасынкование, про прищипку верхушки, вы можете делать как хотите, тут никаких правил, никаких каких-то определенных процедур нет, что именно надо пасынковать, именно надо не пасынковать, есть вот карликовые сорта, сейчас перейду я до пинокки, есть карликовые сорта, которые специально для, вот горшечные, их никто не пасынкует, потому что у них нет таких вот как выползающих откуда-то пасынков, он весь вот такой куст компактный, он, видите, весь в помидорках, они уже спеют, тут ему удалять нечего, он идет единым кустом, а если у вас помидорка простая, огородная, вот с открытого грунта, то, конечно, она может пасынками так израсти, что она потеряет всю форму, формируйте по своему желанию, что вы хотите с нее сделать, короткую, пушистую, тогда верхушку общипывайте, вот эти пусть растут, или вот так, как у меня, одним стволом, вот тут я убрала нижние пасынки, нижние листья, вот этот таймыр у меня, видите, и они укрупнились, такие стали формы, как яблочки, вот этот у меня с формировкой, с пасынкованием, вот этот растет без пасынкования, видите, два разных совсем, этот весь-весь в плодах, а этот как форма пальмы, и вверху вместо кокосов висят вот такие томаты. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это разговор на тему, надо ли пасынковать томаты в горшках, в кашпо, в ведрах, на балконе, решайте сами.